лето время отпусков и отдыха время получения новых эмоций и впечатлений вдогонку за ощущениями некоторые из нас выбирают маршрут в другие страны и едут туда целыми семьями а вот что нужно знать чтобы свозить ребенка за границу какие правила существуют расскажет нотариус анна борисовна скажите пожалуйста при каких условиях ребенок может покинуть пределы белоруссии отправиться за границу в соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние граждане могут выезжать за пределы республики беларусь в сопровождении одного из законных представителей законными представителями несовершеннолетних граждан могут быть родители усыновители опекуной или попечители например если ребенок выезжает в сопровождении матери то согласие отца ребенка не требуется но возникает случай когда отец ребенка не согласен с таким порядком и он праве обратиться в суд для того чтобы суд решил вопрос именно в отношении его ребенка и определил иной порядок выезда его ребенка за границу а может ли несовершеннолетний отправиться за границу с родственниками когда несовершеннолетний ребенок выезжает без сопровождения родителей в этом случае требуется согласие обоих законных представителей а что делать если один из родителей не дает своего согласия на поездку ребенка за границу бывают случаи когда законный представитель необоснованно уклоняется от дачи согласия в этом случае заменить его согласие может копия решения суда которая даст возможность выехать ребенку без согласия второго законного представителя бывают случаи когда в живых нет одного из родителей либо когда запись об отце ребенка при регистрации рождения сделано со слов матери в таком случае при пересечении границы представителю пограничных органов достаточно предъявить заверенный документ из загса как оформляется разрешение на выезд ребенка письменное согласия законных представителей удостоверяется нотариально в этом случай законы представители могут обратиться к любому нотариусу независимо от места жительства ребенка либо законных представителей также могут обратиться в отдел по гражданства и миграции и согласие может быть удостоверенно так же должностным лицом и полномоченным совершать такого роданотериальные действия Какие документы для этого нужны? При обращении законных представителей к нотариусу они должны предоставить документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий родственные отношения с несовершеннолетним. Если действуют, дают согласие опекунные или попечители, также предоставить документ об установлении опеки или попечительства. Документами, подтверждающими родственные отношения, могут быть свидетельство о рождении, отметка в документе, удостоверяющем личность, в паспорте, либо документы, копия записи актов о рождении ребенка. А может ли разрешение даваться не на одну поездку и не в одну страну? Законные представители вправе сами решить, как они хотят оформить согласие, на каких условиях они вправе решить, будет эта поездка одноразовая, либо эта поездка может быть на длительный период, даже до совершеннолетия. Может быть указано как ограничение в сопровождении конкретного лица, либо можно указать в сопровождении любого лица. Нужно помнить, согласие на выезд ребенка за границу отменить нельзя, снова придя к нотариусу. В случае, если родитель передумал, обращаться нужно в суд, чтобы признать документ недействительным.